Привет, Созидатель! Сегодня расскажем о продвижении через YouTube и видео онлайн-школ. И сегодня об этом расскажет Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн, оффлайн-бизнеса, основатель агентства YouTubis. Правильное ударение поставил? Да, YouTubis. Всё правильно. Всем привет! Привет! Отлично, привет! Так как ты специализируешься на... Давай, расскажи коротко, кто ты, чтобы мы поняли, потом уже будем рассказывать о полезных вещах. Ну, исходя из моей практики с декабря 2016 года, когда я занималась самостоятельно продвижением... Ну, в основном, как оказалось, я начинала с онлайн-школы, когда шла продажа каких-то курсов именно через интернет. Вот. Я продвигала YouTube-каналы, то есть занималась оптимизацией, потом чуть позже ознакомилась с видеорекламой через Google AdWords, стала её внедрять. И в последнее время уже создала свою собственную систему, именно продвижение онлайн-школ через YouTube для того, чтобы получать заявки новых клиентов, масштабировать бизнес. Вот. В некоторых даже онлайн-школах у нас получается очень хорошо раскручиваться в плане получения подписчиков, хотя я считаю, что это сейчас не основное, да, потому что когда бизнес идёт на YouTube, он хочет масштабировать доходы. То есть вот буквально месяцев, наверное, 7 назад я создала именно агентство по продвижению онлайн- и офлайн-бизнеса через YouTube. У меня работает уже целая команда, то есть не я одна. Вот, в принципе, успешно занимаемся тем, что масштабируем доходы бизнеса благодаря видеоконтенту, видеороликам на YouTube и платной рекламе, работе с блогерами и так далее. Ну, это если очень коротко. Супер, отлично. Скажи несколько примеров, какие онлайн-школы, какой тематики, или возьми там одну школу, какой результат и за сколько по времени, и что вы для этого делали? То есть какие инструменты, например, там нашим подписчикам применять можно, если у них онлайн-школа? Ну, вообще онлайн-школы разные тематики, на самом деле. В основном очень часто сейчас у меня идут это отношения, это что-то касаемо женских тематик, то есть там любовь к себе, повысить самооценку, это фитнесы, это секс. Есть были у меня и MLM-предприниматели, вот сейчас мы занимаемся и поторону, то есть тематики абсолютно разные. Один из таких прям выдающихся кейсов, я бы сказала, был проект «Сила в мысли». Почему я называю его выдающимся? Потому что там мне предоставили всю информацию о продажах. Дело в том, что не все онлайн-школы предоставляют информацию о продаже, да, а именно о суммах, какие они зарабатывают. Там есть доступ к статистике, к аналитике по переходам, по заявкам, но по каким суммам, к сожалению, не все дают. Поэтому вот проект «Сила в мысли» — это проект 2017-го, нет, или 2018-го. В общем, год уже точно прошел, когда мы занимались им всего три месяца, и за три месяца мы выросли на плюс 45 тысяч подписчиков, и доход составил 2 миллиона. Именно только исключительно с YouTube, не считая других соцсетей. То есть я бы назвала это достаточно выдающимся результатом. Вот. Что касается, что мы делали. В основном была создана именно стратегия продвижения, да, то есть правильно подобраны темы, на какие снимать, да, были проанализированы конкуренты, проанализирована выдача в топы, да, то есть что именно интересует аудиторию. Мы разобрались вообще, какую аудиторию мы хотим привлекать, что продавать, вот. И, соответственно, стали записывать видео правильного формата по определенным скриптам, скажем так. Ну, не то чтобы сценарием, да, но были именно скрипты, что и как говорить, в какой последовательности, чтобы это все хорошо и правильно работало, чтобы были переходы, чтобы были призывы и так далее. И вот за счет оптимизации в основном. Мы, конечно, там использовали рекламу Discovery, но вложили в нее всего 5000, то есть решили, что она нам не нужна у нас, потому что стали очень хорошие показатели по органике. Мы увидели, да, это все в аналитике. И также мы там поработали с блогером, с таким очень известным, Алена Погребняк. На тот момент совместное видео с ней стоило то ли 110, то ли 115 тысяч, я уже точно не помню. Продаж было сразу же буквально там в первые 2-3 дня на 100, то ли 160, то ли 180. Ну, примерно вот такие цифры, то есть, в принципе, мы окупили. Это вот такой очень интересный опыт работы с блогером. И сколько вот я с коллегами общалась, обычно совместные видео, такой самый эффективный формат. Вот, наверное, так. А сейчас вот мы занимаемся проектом онлайн-школы Гейша, и тоже дает он очень хорошие результаты. Вот за полгода нам удалось привлечь там порядка 40 тысяч подписчиков, по-моему, да. Я недавно записывала кейс, есть на моем канале. Но, к сожалению, информацию по продажам клиента не предоставляет. Но я уверена, что раз мы работаем уже восьмой, по-моему, месяц, то, значит, все хорошо в этом плане. Юля, а мы можем сделать, показать экран, зайти на канал и, может быть, прям пошагово, вот ничего не было или что-то было, что вы добавили, какие ролики, какие там примерно заголовки, на что обращать внимание в оптимизации, ну, прям пробежаться по каналу и такие вот более практические советы дать. Так, по какому именно каналу? Давай по первому, что ты обозначила. Ну, силой мысли сейчас пробежаться не получится. Есть в видеоформате, я тогда снимала отчет, когда мы уже заканчивали работу, там полностью есть отчет из аналитики. Вот на моем канале в разделе, сейчас я вспомню, по-моему, кейсы, там есть этот кейс, потому что сейчас доступа к каналу уже нет. А нет, имеется в виду не в статистику, а просто на канал зайти, вот по видеороликам походить, там какие заголовки, это же у нас же в доступе, сам канал. Ну да, да, давай, хорошо. Давай сейчас открою демонстрацию тогда. Я тебе, кстати, хочу сказать, когда мы начинали работать, то там еще не было прям, вот знаешь, супер-пупер какого-то контента. По-моему, она даже снимала то ли с телефона, то ли с камеры себя дома. И вот это, кстати, самый удивительный такой интересный момент. А сколько было подписчиков? Мы когда начинали, было 8 тысяч подписчиков. Но опять же повторюсь, что я с этим каналом работала только 3 месяца. А сейчас у них уже 409 тысяч подписчиков. А как, почему они дальше, как они стали работать? То есть ты дала такой хороший старт, а потом они стали делать самостоятельно или как? Да, дело в том, что именно на момент работы с этим каналом я была одна. То есть у меня еще не было команды. Ну и понятное дело, что команда есть, когда есть, да, развитие идет быстрее. И так как денег они заработали достаточно хорошо, даже с самим продюсером мы общались, они сказали, что мы хотим ускорения, ну и как бы, в общем-то, чтобы все это было быстрее. И, соответственно, они пошли туда, где была команда. То есть они заплатили в 3 раза больше и стали сотрудничать с командой. Смотри, кстати, очень интересно, команда, почему скорость выше, это касается только продвижения? Или они просто захотели, чтобы одновременно одна команда и видео и продвигала? Как это было? Да, у них, по-моему, они стали записывать ролики более качественно в студии, да, то есть не так, как она в домашнем формате. Вот те ролики, которыми мы занимались. Некоторые, кстати, из них, по-моему, уже по миллиону набрали. Давай посмотрим. Кстати, даже картинки у нас тогда еще были не совсем, вот, например, 504 тысячи просмотров. Вот, 941, да, вот, как я говорила, год назад это было. Вот те ролики, 1,4 миллиона, это вот те видео, которые я делала. То есть я прорабатывала, на какие темы нам нужно записать видео. И, естественно, тексты на значки, да, то есть, ну, вот, в общем-то, здесь все видно. 211, 3,4, 109, 110 тысяч просмотров. Вот, а вот с этих роликов уже началось, видишь, они уже однотипные, это уже работа команды, с которой они стали работать в итоге. Окей. Ну, ты дала самое важное. На начале ты дала старт и понимание, что это возможно, это круто, это надо масштабировать. Вот, в следующий раз ты не упустишь, теперь ты с командой, ты теперь делать будешь до 2-3 миллионов. Молодец. Смотри, что все-таки, что повлияло на увеличение скорости получения подписчиков? То есть ты говоришь подбор тем, то есть ты стала искать темы, которые, не знаю, больше востребованные. Ты на что обращала внимание, как ты искала темы? То есть это было ключевым? Да, смотри, что было ключевым? Во-первых, хорошие востребованные темы по тематике. Во-вторых, даже, во-первых, скорее, это понимание вообще целевой аудитории, что целевая аудитория может искать, что ей нужно в интернете. А как ты это узнавала? В Ютубе. Потому что мы пообщались, естественно, с автором канала, есть определенный набор вопросов, по которым мы определяем, в принципе, вот эту всю глубину желаний подписчика, скажем так. На моем канале, кстати, есть об этом тоже видео про целевую аудиторию, очень подробное о том, на какие вопросы стоит отвечать. И дальше был подбор тем, плюс она начала записывать видео по-другому, по тому скрипту, который я ей дала. И, в принципе, вот что касается скрипта, то же самое прослеживается вот в канале, которым мы сейчас занимаемся, Гейша, о котором я говорила. У них тоже, благодаря скрипту, мне даже сама, как сказать, одна из основательниц, их там две, она давала обратную связь, что благодаря скрипту в три раза больше переходов и в два раза больше продаж стало. То есть когда они стали говорить видео по-другому, ну, по порядку, по-правильному, вот это очень хорошо сработало. Ну и плюс сама оптимизация за счет попадания в рекомендуемый и на главную страницу. То есть за счет того, что были правильные названия, правильные значки интересные, цепляющие, ну, естественно, описание теги, да, и мы стали попадать именно в рекомендации к популярным каналам, там, где есть целевая аудитория. То есть пошел бесплатный трафик. Вот это то, что основное сыграло в этих проектах. Ну, то есть это повторяется в онлайн-школах, я бы так сказала. Ну и, конечно, еще важный момент, то, чтобы был хороший высококонверсионный сайт. То есть если даже у вас классное, крутое видео, все, оптимизация, люди идут, заходят с ролика на сайт, а там вообще совершенно про другое, не про то, о чем было сказано в видео, то эта работа не будет. Я, кстати, сразу призываю подписчиков наших, наведушных, переходить на канал Юлии Змайловой. Она уже обозначила несколько видеороликов, у нее очень хороший, качественный контент, очень много и пошаговых моментов. То есть вы тоже очень много ценного найдете. А также будет ссылка, когда появится видео со мной, ответ на интервью, также можете перейти и посмотреть. И я сейчас еще по этим моментам. Мы можем зайти в какой-нибудь из видеороликов и можешь ты обозначить все-таки, как ты считаешь в оптимизации, что самое важное, по твоему мнению, ну просто некоторые вещи, то, что нужен ключ в заголовке, этот ключ должен повторяться в описании, что там есть второстепенные ключи, они тоже там должны как-то повторяться, что должно быть прямое вхождение. В принципе, для человека, который где-то смотрел продвижение по продвижению в YouTube, он понимает, есть ли какие-то, ну понятно, что это не фишки на миллион, но какие-то моменты, которые, ну не знаю, хэштеги как работают, работают ли они, или какие-то еще моменты, которые упускали, но потом стали применять. Немножечко про оптимизацию можно? Так, ну давай сейчас, ты хочешь именно, чтобы я показала на экране? Да, 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 да. Окей. Давай тогда возьмем именно школу гейшек, которой мы сейчас занимаемся. Угу. Вот смотри, допустим, здесь у нас ключевик «Самые лучшие позы», скажем, в сексе. «Самые лучшие позы в сексе», да? И, соответственно, да, когда мы оптимизируем видео под… Мы обязательно оптимизируем видео под какой-то один определенный ключевой запрос. В данном случае это «Самые лучшие позы в сексе». Он есть в названии. Он на самом деле не менее пяти раз повторяется в описании. Я сейчас не буду его здесь искать, но он реально там не менее пяти раз повторяется. Это важно. Вот. Соответственно, здесь мы дальше потом даем просто рекомендации на другие ролики. Пишем хэштеги. И вот здесь мы видим с помощью видайкью, что там «Самые лучшие позы», «Лучшие позы», на какие места по данным запросам, и не только по данным запросам, мы выходим в YouTube. Да, то есть позиция, на которой выдается это видео в поиске в YouTube по данному ключевому запросу. То есть они все топовые, да, то есть до десяти. В основном мы стараемся делать так, чтобы ролики выдавались, ну, в первую пятерку, либо в первую десятку. Плюс также вот такая оптимизация, когда вы ее делаете правильно, она позволяет сделать так, чтобы ролики выдавались топами не только на YouTube, но и в Яндекс, и в Google, то есть в поисковиках. То есть если мы сейчас забьем, какие самые лучшие позы? Ну, смотри, главная мысль, что у тебя в выдаче через инкогнито будет видеоролик оказываться в топе выдачи по этому запросу, правильно? Да. Это могут спокойно проверить, мы доверяем. Ну, это важно, да. И, смотри, а вот хэштеги, насколько они вообще нужны? Потому что есть мнение бытует, что это скорее перелинковка, ну, или максимум там один-два тега, когда ставишь, они как-то будут работать. Вот для чего ты их используешь? Чувствовалось хоть какое-то их влияние на что-то? Если нет, то так и скажи, что нет. Я скажу так, что вероятность попадания в рекомендации с хэштегами выше, чем без них. Можно их не использовать. Если ты видишь, например, что канал стал как бы падать, ролики стали меньше запросов получать, да, и, возможно, у тебя какая-то зацикленность хэштегов, ты слишком много одинаковых ставишь в каждый ролик. Можно поэкспериментировать, сделать так, чтобы, ну, один ролик выпустить вообще без тегов и посмотреть, сколько просмотров он наберет. Опять же, зависит от тематики, о чем будет записано это видео. Но я считаю, что теги имеют свое влияние, в том числе и на попадание и в поиск, и в рекомендации. То есть, если их нет, то вероятность попадания в какие-то топы и в рекомендации ниже, чем если они есть. У тебя какие-то были тесты или это чисто на ощущениях? Да, я так пробовала. Вот, кстати, смотри, подгрузилась у меня, подгрузился Google, если еще видно вообще экран. Я, кстати, не вижу Google, может быть, это там не два монитора случайно. Да, сейчас видно. Да, я просто вкладку в режиме инкогмента открыла. И вот я набрала запрос. И, кстати, вот видишь, в топах Google на третьем месте, именно в поиске, выдался наш ролик. Но, кстати, этот ролик тоже этого же канала, но другой. Окей. А с точки зрения структу... А, смотри, еще, кстати, по хэштегам. А в заголовке используешь хэштеги? Вот есть, опять же, бытует мнение, что в заголовке работают. Использую редко. Ну, да, я тоже слышала о том, что влияет на поиск, но мне достаточно того, что они есть в описании. Потому что сам YouTube, первые три хэштега, которые есть в описании, он их ранжирует. И они в любом случае под видео видны. То есть в названии я практически не использую хэштеги. Окей. А еще ты говорила про... У тебя это называется... Я уже забыл. У нас это называется структура продающего видео. У тебя это называется чек-лист сейчас. Скрипты. Скрипты, да. Вот человек снимает себя на видео для онлайн-школы, что-то рассказывает. Что важно в скрипте? По-твоему, ты говоришь, повлияло позитивно. А что именно повлияло? Ну, во-первых, зацепка буквально в первые 10 секунд. Это как бы всегда. Все по-разному делают. Кто-то там тему как-то интересно называет, кто-то делает нарезку в начале. То есть вот это хорошо повлияло. Дальше буквально в первые там, ну, скажем, 3 минуты ролика сделать призыв о том, что есть, может быть, какая-то полезность или бесплатный мастер-класс. И акцент на то, что где находится ссылка в описании или там в подсказке и так далее. Смотря, ну, понятно, да, то есть сделать призыв. Дальше, конечно, идет полезный контент, да, то есть раскрывается тема. И также в конце тоже делаются разные призывы. Ну, они делаются на протяжении всего ролика. И там комментарии оставить, да, чтобы активность поднималась под видео. Возможно, там, лайкнуть видео, задать вопрос вот в этом формате, да. То есть все это есть в скрипте. И там как бы по порядку, что зачем должно быть. И человеку сразу понятно, что он как план идет такой. То есть мы не пишем сценарий для клиентов, потому что у каждого своя тема, да. Мы не можем за них рассказать, что они должны рассказать. А по скрипту им просто намного проще это все доносить. И когда есть призывы, люди, которые смотрят это видео, они уже начинают понимать, что ага, вот там я могу получить, например, там, бесплатный чек-лист или видеокурс. А вот здесь мне стоит нажать или там прокомментировать, потому что мне ответят. Ну, то есть вот так работает. Скажи про блогеров. Значит, рекламу блогеров. Ты обозначил какую-то проводили, там 110-130 тысяч стоит коллаборация. Вопрос блогер, что дало и как с этим блогером работать, как их искать. Ну, в общем, рекомендации, если, вот скажем, такую гипотезу, я хочу, я умею, там, занимаюсь боксом, у меня там секция, и я хочу рассказывать про это, учить драться и приглашать в свою секцию. То есть давать какие-то советы и приглашать, кто приходил оффлайн заниматься, там, в Москве. Вот я хочу работать с рекламу блогеров, сделать какие мои первые шаги. Ну, твои первые шаги – сделать подборку каналов, которые тебе интересны. Самый простой вариант – это воспользоваться биржами блогеров. Я, например, использую Prolog и Epic Stars. Там можно даже по названию, по тематике, по количеству подписчиков их отсортировать, да, и найти людей, которые готовы с тобой, ну, рассказать о тебе на своем канале, скажем так, да. Очень часто, если ты следишь за какими-то каналами, а по-любому, если мы собираемся продвигаться на YouTube, мы какие-то каналы в своей же тематике смотрим, у них есть информация прямо на канале о том, что там ссылка по рекламе, пишите на такой-то e-mail, да, то есть можно написать, сделать запрос. Это первое, да, то есть где найти, скажем так, да, то есть на YouTube либо на биржах. Как понять, оценить эффективность, да, работы, сотрудничества? Ну, самое эффективное – это, конечно, повторюсь, это снимать совместные видео. Но совместные видео достаточно дорогие. Они часто начинаются, опять же, в зависимости от количества подписчиков блогера, там, от 30-50, чаще от 100 тысяч начинаются совместные видео. Это вот самые эффективные форматы, которые действительно дадут и переходы на сайт, и продажи, вот то, что было протестировано в силе мысли. Вот, но очень часто просто у людей нет таких сумм на блогеров, да, потому что боятся ошибиться. Как можно изначально вообще просчитать? Заходим на страницу, на канал блогера, да, в принципе, давай посмотрим демонстрацию. Ну, я просто возьму сейчас на примере любой первый попавшийся канал. Вот, допустим, 1-4 миллиона, и мы, например, хотим, может быть, даже у них прорекламироваться. Сейчас посмотрим, может быть, у них есть информация о том, что они рекламируют кого-то. Так, ну вот ВКонтакте можно написать, поинтересоваться, да. Но, опять же, как оценить изначально, да, по поверхностным данным? Заходим во вкладку видео, и мы обычно берем либо, начиная с предпоследнего ролика, то есть не последний, вот который два дня назад вышел, а вот который неделю, да, то есть предпоследний, скажем. Либо 10 последних роликов мы смотрим, либо 20, но лучше, конечно, за последние два месяца посмотреть. Просто у всех разный период публикаций. И, конечно, если, например, у блогера выходит один ролик в месяц, ну, скорее всего, это будет не очень эффективная реклама. Если у него хотя бы как минимум одно видео в неделю, а если два или три, то это еще лучше, тогда с этим блогером стоит поработать, да. Что мы делаем? Мы складываем вот это количество просмотров, да, то есть вот 135, 172, 871. Ну, возьмем последние 10 видео. Сложили, получили какую-то сумму, разделили на 10, получили среднее количество просмотров, зафиксировали себе. После того, как мы отправили запрос блогеру, что сколько у вас стоит реклама, он присылает определенную сумму. Это может быть сумма, предположим, у нас получилось среднее количество просмотров, 200 тысяч, да. А блогер говорит, у меня совместный ролик стоит 100 тысяч, возьмем простые цифры. Как посчитать эффективность? 200 делим на 100, получаем цифру 2. В принципе, вот все, что выше двойки, еще более-менее можно рассматривать. Это возможность, что вы все-таки окупите свои вложения и получите прибыль. А вот все, что меньше двойки, бывает такое, что блогеры просто гнут цены, несопоставимые даже с количеством просмотров их видео, в 3, в 5, в 10 раз. То есть все, что меньше двойки, даже я вот прям рекомендую вообще не смотреть. Ну и кроме того, мы обязательно у блогера запрашиваем статистику по демографии, желательно там за последние 3 месяца запросить, да, то есть какая аудитория смотрит, мужчина и женщина, какой возраст, по удержанию, то есть сколько в среднем смотрят ролики, и по подписчикам, да, то есть сколько подписчиков вот за последние 3 месяца подписалось. Из всего этого мы делаем анализ, насколько эффективно нам сотрудничество, и сравниваем разных блогеров, вот. Это то, как определиться с эффективностью, стоит ли работать. Зашли на канал, посмотрели по количеству просмотров, статистика, наверное, еще это можно social blade посмотреть, но немножко надо в нем разбираться уметь. Ну да, да. Да, в принципе, понятно. И примеры, вот коллаборация с блогером, что дало по результату выхлопа? Ну, смотри, по совместному ролику, вот я уже говорила, да, какой был пример, то, что мы вложили 110, заработали там, по-моему, 160, если я не ошибаюсь, вот. Ну, естественно, это на первых порах, дальше я уже статистику, честно, не помню. Но в любом случае ролик-то остался на канале блогера, он не удаляется по договору с блогером, вот, и, соответственно, значит, продажи должны были быть еще. Были у нас рекламные форматы, такие как прероллы и интеграции. Ну, они срабатывают не очень, честно сказать, хорошо, но, опять же, зависит от тематики. Мы пробовали в… вот как раз в Гейше пробовали, но, как оказалось, мы пробовали ее, точнее, они отдельно в Инстаграме с блогерами работали, да, а мы в Ютубе. И мы потом сравнили, ну, как оказалось, что подписчики с Инстаграма оказались дешевле. Вот, поэтому мы перестали именно в Гейше делать коллаборацию с блогерами. И вот недавно тоже по тематике отношений, тоже, ну, всего одну пока сделали коллаборацию, не знаю, сейчас будем еще или нет, стоило 840 рублей, получили 12 подписчиков. Ну, я считаю, что это, конечно, не очень эффективно, но там, опять же, зависит от того, и как блогер рассказывает. Тут здесь тоже важно дать такое прям точное техническое задание, чтобы он рассказал там либо определенный текст, что он должен показать, там, какие ссылки, призы его он должен сделать. То есть такие тоже моменты нужно учитывать. Ну, то, что касается по эффективности. А так, конечно, будет зависеть от тематики очень сильно и от того, как вы просчитаете. Какие проблемы при взаимодействии с блогерами могут быть, были? Ну, короче, какие факапы связаны с ними? Вот, честно, у меня не было проблем. Я всегда все прописываю прям конкретно, по несколько раз переспрашиваю, уточняю, и вот прям проблем, чтобы они что-то не так сказали, практически не было. Как оплата происходит? Понимаю, если через биржу, то биржа там пополняется, кабинет. Если они через, там, в личку, да, на карту Сбербанка, то многие просят заранее, мы переводили. Ну, там буквально там по 5-6 тысяч переводили. Ну, вроде как никто еще пока не кинул. То есть вы всегда полную предоплату кидали? Ну, то есть полностью оплачивали? Слушай, вот я сейчас, честно говоря, не помню. По-моему, одному полную переводили, второму половину. Потом, когда был уже готов ролик, они прислали его на согласование, оставшуюся половину. Ну, а до публикации в любом случае полную оплату. Окей. Насчет маленьких блогеров, когда смотрят в среднем ролики, там, не знаю, 5-10 тысяч, 15. Вообще с ними связываться есть ли смысл, там, работать по бартеру? Или они настолько маломощные, что больше потратишь время на вот эту постановку ТЗ и все прочее? Вот такое понимание. Да, я считаю, что лучше все-таки, опять же, от тематики зависит. Вот. Можно попробовать с тем, у которых мелкие, но если есть на это время, да, сделать им там рассылку, посидеть основательно, сделать подборку, сделать всем рассылку, предложить сначала, например, бесплатную коллаборацию, да, если на это есть время, то я думаю, что стоит. Но, опять же, ну, только если там у него не 3 тысячи подписчиков. От 10 и выше можно работать. Если в среднем на роликах 50 тысяч просмотров, то адекватно, если вы найдете рекламу за 5 тысяч, то будет идеально. Такое существует? Очень редко надо поискать, но можно найти. Недавно я находила блогера, там, 130 тысяч подписчиков, и мы за тысячу сделали интеграцию. Это через биржу ProLog. Вот там такие есть. В принципе, очень часто именно на биржах сидят блогеры, которые, ну, не очень дорого берут. Ага, а ProLog в отличие от EpicStar с них, да, правильно? Ну, они практически одинаковые. Там одинаковые... Ну, как, блогеры-то там разные, скорее всего, зарегистрированы, да, а по поиску можно и там, и там найти, поставить нужные фильтры. В онлайн-школе рекламу блогеров рекомендуешь эффективно вообще в целом? По наблюдениям, если с чем-то сравнивать? Да, вполне. Ну, не как один из первых, да, вариантов привлечения целевой аудитории. Это, скорее всего, туда попозже, где-нибудь, может быть, ну, на третий, на четвертый месяц развития канала, уже можно там с блогерами пытаться работать. Изначально, конечно, просто записывать полезный контент, оптимизация и, возможно, плюс там реклама платная через Google AdWords, та же Discovery или InStream. Окей. Это такое я бы рекомендовала как второстепенный для онлайн-школ. И ты сказала, что в целом у тебя не было никаких проблем, но, ну, то есть факапов не было. А вообще с точки зрения работы с блогерами это отнимает время? Насколько это заморочено? Стоит ли это делать самостоятельно? И, наверное, такой, да, стоит ли делать самостоятельно? Это можно делать самостоятельно. Времени, да, занимает прилично, потому что, во-первых, нужно подобрать по тематике. Потом им всем нужно написать, узнать вообще, какие у них расценки. Просчитать тех, у которых более-менее привлекательные. Опять же, у всех запросить аналитику с теми, с кем примерно будем работать. Определиться с текстом, да, вообще, какой формат будет. То есть времени это занимает очень прилично. Давай немножечко попробуем обобщить, продолжая то, что у меня секция бокса, хочу продвигать, типа, онлайн-школу, свою основную, ну, свою оффлайн-секцию. Что мне нужно делать, когда у меня еще ничего нет? Вот просто я обучаю, у меня ничего нет, и я хочу, вот, каким-то образом получать новых учеников через YouTube. Надо все-таки определиться. Получать новых учеников через YouTube можно при помощи, настроив только лишь одну инстрим-рекламу, например, на три рекламных ролика, где ты как раз там приглашаешь на какой-нибудь свой бесплатный мастер-класс, которого ты продаешь, как говорится, да. То есть если у тебя есть постоянные бюджеты на это, там, не знаю, может быть, тысяч 20 в месяц на один только YouTube, то, пожалуйста, можно вообще каналом не заниматься, ролики контентовые какие-то полезные, интересные не записывать, а просто получать себе своих же, там, регистраций, желающих учиться в школе, да, при помощи вот такой системы таргетированной рекламы, да, через Google AdWords, через видеорекламу. Вот. Но, опять же, а если цель создания маркетинговой площадки, которая в итоге будет утеплять целевую аудиторию и в будущем приводить, в принципе, клиентов 24 на 7, потому что ролики хорошо оптимизированы, и когда канал ведется постоянно, они постоянно приводят людей. И людей достаточно горячих, да, это все заметно в той же Яндекс.Метрике, сколько времени люди проводят на сайте, мы очень много сравнивали. Одно из последних моих наблюдений, что с YouTube люди на сайте находятся практически такое же время, как горячая аудитория, которая есть в рассылке этого человека. То есть время на сайте они проводят практически одно и то же, когда регистрируются на какой-то или мастер-класс, или там бесплатный урок забирают, или что-то еще. Вот, поэтому здесь о цели. Если все-таки цель создать такую маркетинговую площадку, которая постоянно будет приводить целевую аудиторию, то определяемся, что будем продавать, кому будем продавать, да, то есть прописываем целевую, определяемся, что мы хотим им донести, да, что будет им, в принципе, примерно полезно, потом делаем анализ конкурентов, анализ ниши, подбираем тематики, записываем ролики по скрипту, и дальше занимаемся оптимизацией и продвижением. Но это вот то, что нужно сделать. Окей, а мы сразу ведем на сайт, сразу, что поставляли заявку, или мы как-то через какой-то еще промежуточный шаг закрываем? Куда ведем с YouTube? Обычно, если ролик просто контентовый, полезный, то сразу идет с видео регистрация на сайт какой-то бесплатный, ну, на какую-то бесплатность, подарок, не знаю, там, PDF-отчет, книгу, видеоролик, видеокурс, ну и, например, приглашение на мастер-класс на этом же сайте, то есть регистрируйся на мастер-класс, и в подарок получишь там бесплатный урок. Дальше человек обычно попадает на страничку «Спасибо», где можно сделать, ну, скажем, маленькую продажу, да, там, какого-нибудь совсем недорогого продукта, но очень полезного этому целевому клиенту, может быть, там, рублей 500, то это тоже может быть такой ролик, может быть, минут пять, который рассказывает об этом продукте и говорит, почему его стоит там сейчас приобрести, что это единичное предложение, больше такого не будет, и там человек определяется, либо там он его берет, либо он просто ждет рассылку с приглашением на мастер-класс или вебинар. Вот, то есть как промежуточный можно, но он есть не у всех. Здесь по воронке, да, я даю рекомендации, что стоит такое записать, но просто не у всех есть такой промежуточный продукт, и не все это делают. То есть если комплексно продвигать YouTube, это нужно делать видеоролики, нужно продвижение, и мы, наверное, пришли к тому, а какие у нас есть инструменты продвижения комплексные в YouTube. Там видеореклама, как я понимаю, вот что еще используется? Реклама у блогеров, как основные, наверное. Ну, плюс оптимизация правильная, которая позволяет в развлекательных, более таких обширных тематиках получать бесплатный трафик и тоже потихонечку раскручивать канал. Но я хочу, например, быстрее. Что я еще должен использовать и могу, чтобы стало больше подписчиков, больше органики и прочего? Во-первых, это, конечно, правильная оптимизация, хороший, качественный контент. Во-вторых, это видеореклама с помощью Google AdWords. Формат как Discovery, так и InStream. Можно использовать, тестировать на одно и то же видео, настраивать и ту, и ту, смотреть, что лучше сработает. Опять же, если цель у нас подписчики, то лучше Discovery. Если цель заявки, переходы на сайт, то InStream. Ну, это вот основные. А ты что-то используешь еще там, например, какие-то тематические паблики в социальных сетях, оставляешь, опубликуешь моменты? Или у нас в току вот видеореклама, реклама у блогеров, в принципе, и оптимизация. То есть три кита и даже больше никуда. Да, да, мы используем вот эти, да. То есть мы не делаем подборки ни в ВКонтакте, ни в Фейсбуке, не заказываем рекламу в других соцсетях, скажем так. Мы работаем только с Ютубом. Угу, угу. Окей. Не, ну понятно, что каждое видео – это обязательно рекомендация для всех. Поделиться во все свои социальные сети, в группы, в рассылку, да. Но опять же, это делает клиент самостоятельно. Нажмет на все кнопочки, там размещают у себя эти ссылки. То есть это… И скажи, а какая, вот чтобы попасть… Ну, раскачивание органики – это основное, нам нужно сделать так, чтобы ролик попал на эти позиции, там закрепился, попал в рекомендованные. Естественно, у нас… Если у нас еще нету подписчиков, канал только начинаем развивать, это получается видеореклама Google Ads как основной, единственный инструмент? Да, получается, что в основном да. Окей, сколько… Ну, это тот, который… Тот, который я рекомендую, да. Ну, тот, который мы точно используем. То есть есть… Кто-то говорит о том, что сервисы вот эти, да, по… Господи, забыла, как они называются. Сервисы, где можно сделать, ну, показы нецелевые или накрутки. Ты про это говоришь? Да, 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 да. Вот кто-то думает, что это все еще на YouTube возможно и работает, но на самом деле это не так. YouTube уже давным-давно все отслеживает. Это единственный белый способ получения просмотров и подписчиков – это реклама через Google Ads. То есть вы не используете вообще такие сервисы для любых задач на YouTube? Нет, практически нет. Почему? Потому что единственный момент, в котором я бы использовала такие сервисы-накрутки, это когда очень широкая тема, какая-нибудь юмористическая, развлекательная. То есть ролик, который интересен, ну, прям огромному количеству людей, но это явно не онлайн-школа. То есть онлайн-школа – это все-таки не через развлечения нужно идти, а через полезный контент. Это другое направление. Да, но бывает иногда. Тут, опять же, зависит от автора. Если автор с чувством юмора, он может записывать ролики так, что там будет что-нибудь, какая-то развлекательные моменты, какие-нибудь прикольные там предложения, еще что-то. То есть я за юмор, он всегда хорошо заходит. То есть здесь мы, когда прорабатываем стратегию, мы же общаемся с клиентом, что бы он хотел донести, что он может, что он хочет. И на основе этого уже создаем стратегию о том, что мы будем записывать, как мы будем это записывать. То есть советуемся, зайдет, не зайдет. Вот смотрим опять те же тренды, что там вообще в Ютубе, в Гугле происходит и так далее. А если вернуться к нашему самому первому каналу, вот те три месяца, когда от восьми мы поднялись за 50 тысяч, когда ролики начали выстреливать в рекомендованные, есть ли какая-то закономерность, что какой-то определенный ролик именно выстрелил? Или это бывает очень непонятно, хаотично и алгоритмы непонятные Ютуба? Чаще не так прям... Ну, видно, конечно, сразу, какой ролик выстрелил, потому что он начинает прям набирать, набирать, набирать просмотры, и это видно все в аналитике, что прям прошли из рекомендаций, да, то есть... Это понятно, да, это видно. Вопрос, что на это повлияло? Вот есть какие-то наблюдения? Интересный ролик, интересный контент, попадание в запрос целевой, очень такой широкий запрос, и правильная оптимизация, правильное название, картинка, описание теги. Ну, вопрос, вы же это в каждом ролике все очень хорошо делаете, но выстреливают-то не всех. Да, согласна, выстреливают не все. Здесь прогнозировать очень сложно, что именно благодаря вот этому видео мы попадем в рекомендации. Ну, наблюдений, почему именно, никаких не было, да, то есть это вообще непредсказуемая вещь, но к ней идет, оно должно через некоторое время заработать, но прям сказать, что для этого нужно, невозможно, правильно? Практически нет. Ну, смотри, мы каждое видео оптимизируем под рекомендацией. Мы же до этого делаем анализ роликов, да, с похожей тематикой, смотрим, как они названы, сколько просмотров они получили. То есть мы оптимизируем ролики с учетом того, что большая вероятность, что он попадет в рекомендации к этому конкретному видео или в этой тематике выстрелит. Но ведь там же факторами, какие еще являются, насколько ролик быстро начнет набирать просмотры в первое время, активность какая будет, будут ли комментарии, удержание этого видео какое будет, да. Если ролик действительно мы записали интересный, удержание высокое, вот от этих факторов и зависит, попадет ли он в рекомендации и будет ли он рекомендоваться Ютубом в дальнейшем. То есть вот от этих первых буквально там двух часов после публикации видео. Какая активность у видео. Хорошо. И такой традиционный любимый вопрос, потому что мне его когда-то задали, я понял, что он очень раскачивает классно мозги. Какие основные, какие три факапа были с точки зрения продвижения Ютуба своих клиентов, где-то ошиблась или кто-то из команды ошиблись. Ну, естественно, что вы это как-то поправили. Ну, в общем, учиться на ошибках. Какие ошибки у тебя были? Ну, были, конечно, в начале ошибки там по оптимизации. Вроде делаешь, но что-то просмотров не набирает. Вот. Ну, здесь сказать, что... А, например, был один у меня бизнес-тренер, у которого была аудитория только... Ну, B2B. Достаточно сложно при ведении канала такую аудиторию найти. И мы тогда делали просто оптимизацию. Я, по-моему, даже рекламу тогда еще не использовала вообще в Google AdWords. Я ее только изучала. И вот мы просто вели его канал. Было мало подписчиков, мало просмотров. И обращений тоже не очень много. Но, тем не менее, он потом... И записывал он видео, честно говоря, не очень качественные, как я ему говорила. То свет где-то в темноте записывает, то со звуком что-то не так, то он такой вот не очень уверенный был на камере, хотя я ему давала об этом обратную связь. Ну, мы там поработали тоже порядка, наверное, трех месяцев. Ну, поняли, что, скорее всего, не найдем моему клиентов на YouTube. Ну, никаких таких прям со стороны клиента каких-то моментов, что там все плохо и ты там не умеха, ну, как бы не было, да, потому что мы делали, что могли. И, в принципе, обещаний каких-то прям суперзаявок с YouTube изначально тоже не было. То есть это был как тест. Вот. Это, наверное, единственный, который я помню. Если я ответила на твой вопрос. Да, спасибо большое. И еще, знаешь, вот последнее время по картинкам. Я замечаю, что некоторые до сих пор еще используют стандартные картинки, ну, где там половина какого-то цвета там текст написан, и просто фото, да. И эти картинки, они практически не работают. Я об этом клиенту говорю, но он как бы говорит, нет, пусть пока так. Ну, тоже это обратная ответственность. Я всегда стараюсь это обсуждать с клиентами, что если я говорю, что что-то нужно там изменить, поменять, внедрить, то это стоит сделать, иначе как бы обратная ответственность с вашей стороны, да. То есть если я это заметила и считаю, что это надо поменять, а вы отказываетесь, то есть, ну, я здесь сделать ничего не могу уже. Вывод – слушайтесь нас, да. Да, вывод, конечно, прислушиваться, не бояться экспериментов, ну, и делать стабильно, скажем так. Всё, Юля, благодарю тебя за целый практически час нашего общения. Ещё раз призываю подписаться на канал Юлия, ну, или как минимум перейти, посмотреть видеоролики, оценить профессионализм. И ссылочка будет на ответное интервью уже со мной. Наоборот. Да, да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!